Проблемы воспитания родители мальчика, облившего одноклассницу горячей водой, понесут административную ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Инцидент произошел около двух недель назад между учениками третьего класса. Дети повздорили, после чего мальчик набрал из кулера горячую воду и плеснул ее на лицо одноклассницы. По словам родителей, девочка получила ожоги. Сейчас она идет на поправку. Ситуацию сегодня прокомментировали в 26-й школе, где обучаются дети. С учениками и родителями проведен комплекс мероприятий. Привлечены психологи, социальные педагоги. По словам учителей, ранее ребенок не проявлял агрессию, по крайней мере, за два месяца, что он учился в этой школе. Он к нам прибыл 5 сентября из Черединского района. И получается, до 20 октября он ходил на занятия, но после этого инцидента он сейчас уже школу не посещает. Проверку по факту начала прокуратура республики. К сожалению, это уже не первый случай проявления детской и подростковой агрессии за последнее время. Меньше месяца прошло с трагичного случая в 51-й школе, где один ученик смертельно ранил другого. По словам педагогов, случаи девиантного поведения действительно участились и связывают они это с чрезмерным увлечением социальными сетями. На данный момент детей сейчас просто-напросто воспитывают в соцсети. Сейчас все дети, практически 80% детей, подсажены на аниме. Что такое аниме? Это анимированные японские фильмы, которые учат детей жестокости, там кровь и так далее. Поэтому дети сейчас с огромным удовольствием это смотрят, а родители просто-напросто им разрешают это делать. И, конечно же, когда мы говорим это родителям, у родителей единственный выход – это забрать у ребенка телефон, что категорически делать сразу. Так нельзя, потому что альтернативу, замену телефона родители не могут предоставить. И, конечно же, здесь возникают конфликты семьи между родителем и ребенком. И впоследствии это тоже выявляется там в какое-то агрессивное поведение ребенка. Продолжение следует...